Рад видеть всех в вебинарной комнате. Многие подключаются сейчас через YouTube. Это абсолютно верное решение, так как вы можете прослушать в машине вебинар, кто-то слушает в маршрутке. В общем, мы всегда за удаленную работу и максимальную эффективность и результативность в нашей системе SWC. Я могу сказать, что SWC сейчас уже в качестве логотипов, в качестве бренда устаканивается. Остаются крайние штрихи, крайние шаги. И мы обязательно объявим то, что этот логотип и этот бренд используются повсеместно. И уже преодолеем паузу, которая у нас была по печати материалов. И вообще позиционирование на конференциях, на различных событиях. Потому что мы были в таком переходном этапе. И свой вебинар я хотел бы начать с очень крутой, я бы сказал, новости. Она была такая неожиданная для меня и одновременно ожидаемая. От Джеффа Безоса, кто следит за новостями. Я не знаю, в виде новостей в СМИ появилось или нет. Но на Джеффа я подписан. И поэтому увидел эту новость. Он подтвердил, что сейчас новый мировой тренд – это спасение планеты. А этим мы занимаемся с вами финансированием технологий для спасения планеты, для спасения экологии уже многие-многие годы. И сейчас запускается от его имени, от его компании, от бюджета достаточно немалого. Специальный фонд Земли Безоса. И я не исключаю, что будут, возможно, какие-то сотрудничества. Потому что что-что. А ОТС – общепланетное транспортное средство – это, наверное, самая серьезная технология и самая подготовленная разработка, которая сегодня вообще представлена в мире. Но многие люди просто не в курсе об этом. И я бы сказал, что многие не в курсе, в принципе, о той технологии, которую сейчас мы развиваем. И представьте, насколько планета подсказывает, что уже время наступает на пятки. И нужно что-то делать и побуждает таких великих, я скажу, людей организовывать подобные фонды. Да, абсолютно правильно в чате пишут, что Безос выделит 10 миллиардов на спасение планеты. Солар Леон. И я бы не сказал, что это чистый пиар. Я скажу, что это экономическая тенденция. И это одновременно будущий тренд, который будет затрагивать также и космос. Не успеем мы глазом моргнуть, как начнется уже легализация освоения добывающих компаний на астероидах и так далее и тому подобное. И об этом, кстати, упоминалось на второй конференции по неракетному освоению космоса, которая прошла на территории Марьиной горки. Много десятилетий назад она была организована генеральным конструктором в Республике Беларусь. На тот момент это СССР, естественно, было. И насколько спираль закручивается и все возвращается на круги своя. Это всего лишь дорожная карта. И понимание, куда мы с вами все движемся, должно быть у всех. То есть мы движемся для того, чтобы создать ту единственную технологию, зафинансировать ее через десятилетия, которая действительно сможет спасти планету. Раньше об этом мы говорили так вскользь. Сейчас я считаю, что нужно говорить об этом напрямую, потому что об этом сейчас говорят именитые особы, которые доказали на своем бизнесе, на своих IT стартапах с очень интересной историей и с очень интересными коэффициентами, которые генеральный конструктор описал с Евгением Петровым в новой статье. Я всем рекомендую посмотреть. Это про кадровый потенциал. Вы узнаете, что такое коэффициент Тобина. Я не буду сейчас об этом распространяться. Просто сброшу ссылочку и однозначно рекомендую к прочтению, потому что очень глубокий анализ современных стартапов. И как раз если говорить про соотношение корпорации Amazon к тем активам, которые оценены в виде материальных активов и ресурсов, то коэффициент Тобина играет такую очень серьезную роль, потому что он показывает, что эти компании как раз таки обладают очень мощным кадровым потенциалом. А если говорить про то, что сейчас наращивает компания, которую все мы с вами финансируем, то здесь и говорить нечего про сравнение с материальными активами, потому что материальных активов тоже достаточно много есть и будет. Будут открываться целые заводы, целые фабрики и наниматься десятки тысяч людей, а сейчас работает чуть более тысячи людей. Это неизмеримо мало в сравнении с той отраслью, которую мы с вами финансируем. Она создается с нуля и об этом нужно помнить. Я хотел бы напомнить, что в информационном поле головной компании в RSV Systems начали действовать особые, но опять же ожидаемые правила, так как сейчас мы все играем в достаточно серьезную мировую игру. Не просто головная компания, каждый из нас с вами играет в эту игру. И это следует понимать, потому что я многое мог бы рассказать на вебинаре. И вы, наверное, заметили, что сейчас жестко регламентирована тематика моего вебинара, потому что я понимаю, что исходя из тех вебинаров, которые проводим мы с Владимиром Масловым, это может моментально сдублицировано, если мы будем некорректно преподносить информацию, на информационные поля других стран. Этого мы не можем допустить. И компания также не может допустить какого-то негатива и работы, траты человеческих ресурсов на работу с комментариями. Просто оцените. Либо работать с комментариями, отвечать на комментарии. Да, нужно отвечать, либо писать такие замечательные научные, я бы сказал, статьи про кадровый потенциал и кадровый голод одновременно. И те люди, которые будут задумываться, а работать или не работать в закрытом акционерном обществе, той компании, которую мы финансируем, прочитав эту статью, они развернут свое мнение уже в положительную сторону. Почему работать или не работать? Потому что, конечно же, до сих пор происходят различные заказные статьи, атаки у блогеров. То есть это будет происходить до тех пор, когда не станет очевидно, что все уже коммерциализация произошла первая, и будут совершенно уже другие атаки. И мое предположение, что они будут более серьезные. Сейчас то, что у нас наблюдается, это детский лепет. То есть это даже не начало битвы, это так, махание кулачками. И поэтому нельзя комментарии сейчас делать в социальных сетях, но я бы всех сагитировал, не побоюсь этого слова, высказывать свое мнение на том ресурсе, в том поле, которое открыто абсолютно. И более того, головная компания сказала, что те люди, которые считают, что их какие-то знания, их новости достойны быть к размещению на ресурсах головной компании, можно в специальной форме на rsvsystems.com отправить обратную связь, и далее уже через отдел новостей, который возглавляет Михаил Кириченко, я думаю, что придет, либо не придет к вам ответ. Но если у вас очень интересная новость, то я рекомендую дерзать, потому что это тоже может быть таким аналогом социального лифта, и вы можете даже попасть в компанию, предлагая очень серьезные какие-то видения и свои взгляды на новости. В начале января я говорил про нестабильность, и я говорил это в том ракурсе, что мир очень быстро меняется. Сейчас январь прошел, уже прошла середина февраля, и я могу сказать, что мир не просто быстро меняется, а мир быстро становится нестабильным. Я хотел бы затронуть сегодня такие темы, которые не стоило бы на самом деле затрагивать на нашем вебинаре, но невозможно их не затрагивать, потому что они влияют даже на график наших мероприятий, график конференций. Это ситуация с эпидемией, и я не буду говорить про эпидемию и про какие-то там симптомы, случаи. Я скажу, как это влияет на экономику, и что говорят эксперты, и какое мое личное мнение. Эпидемия коронавируса считается предтечем и черным лебедем, тем, возможно, летающим уже над мировой экономикой, которым стал ипотечный кризис в 2008 году. То есть многие эксперты говорили о том, что будет экономический кризис, и экономика мировая будет очень сильно преображаться, преобразовываться, и, возможно, будут введены криптовалюты, стеблкоины, но никто не знал, когда это произойдет, как это произойдет, и сейчас в результате эпидемии происходит уже серьезное затормаживание в производственных процессах, в логистических цепочках, потому что, конечно же, задействован Китай. И что касается компании, которую мы финансируем, я специально уточнял и интересовался, с удовольствием бы узнал больше информации, но, насколько мне известно, нет такой опасности, что какой-то продукт будет останавливаться, потому что максимально диверсифицировано и максимально качественно создано управлением цикла жизни продукта. И система Dasal Systems применяется тоже не просто так, не для единой среды цифровой и виртуальной, а для того, чтобы быстро маневрировать как раз-таки в условиях этой нестабильности, чтобы быстро сменить производство, если это потребуется, потому что никто из нас с вами не мог предположить, что произойдет и что произошло уже в начале 2020 года. Но кто мог предположить, поставьте плюсики, может быть, такие люди присутствуют на нашем вебинаре, наверняка эти люди могут предположить, какие будут инвестиционные тренды, в какие компании можно было инвестировать, либо, возможно, они общаются с теми большими людьми, которые решают судьбу процессов мировой экономики. И подавляющее большинство как раз не могло об этом предположить абсолютно. И сейчас многие начали паниковать, а что делать, что делать, даже если инвестировали люди в акции. Потому что за этим я тоже активно слежу, я видел, как колбасило рынки, и как начался, начал развиваться очень бурно биотех, биотех это направление биотехнологических компаний, Агротех тоже развивается, и как раз таки направление ГУМУСа будет очень даже вовремя, когда оно будет развитое и запущено в полной мере. Потому что сейчас произошла смена полюсов, и институциональные инвесторы не понимают, а где на самом деле находится та экономическая тихая гавань, в которую хочется попасть и пришвартовать, кинуть якорь и переждать экономический кризис. Все ожидали одно, произошло другое. И в данном случае наш продукт, который мы продвигаем уже сквозь года, приобретает новые очертания и новую ценность. Это создание новой отрасли. Это создание той отрасли, на которую не влияют текущие логистические цепочки, потому что сейчас это в логике стартапа, и учитывая мировые тенденции, конечно, производство будет расширяться и масштабироваться, учитывая эти факты. И сейчас в ближайшем будущем мы увидим расширение производства в Арабских Эмиратах, но это не Китай, это не сотрудничество с азиатскими компаниями, это сотрудничество с ведущими европейскими компаниями, о которых говорил про металлопрокат, например, Михаил Кириченко, я специально включил эту замечательную новостную сфору, потому что компания и лично генеральный конструктор знает, куда нужно двигаться, это знаете, как будто плыть на лодке через пороги, то есть нужно наблюдать и нужно маневрировать. В такое время компания, которую мы с вами финансируем, и технология запускается в нестабильное время. Но многие экономисты говорят, и это фраза многих, когда наступают bloody days, кровавые дни, то это самое время рождать что-то новое, запускайте новую отрасль, и сейчас вы можете в качестве диверсификации предлагать институциональным инвесторам, а кто такой институциональный инвестор в Российской Федерации, например. Это от 6 миллионов инвестор, который является квалифицированным, сейчас нужно даже какие-то экзамены сдавать, предлагать этой среде разобраться в нашем направлении, которое мы финансируем, и сказать аргумент единственный, что это диверсификация. Можно инвестировать, даже если не 10, не 15% от портфеля, ну пусть инвестируют 2-3%, но это диверсификация, потому что когда эта отрасль будет внедрена, и она будет развиваться, я, например, посмотрел, как развивалась компания Dasault Systems. Более чем в 5 раз, меньше чем за 10 лет, выросла эта компания. Я видел, как они поглощали компанию, и тем самым появлялись новые направления. И в случае с компанией, которую мы с вами финансируем, будет так же, в особенности с теми стратегическими и крупными партнерами, с которыми сейчас сотрудничество ведется. Поэтому, когда всю экономику штормит, когда все производство штормит, когда логистические цепочки рушатся, время народного экономического ковчега, и почему народного? Потому что он международный. И очень вовремя было принято решение генеральным конструкторам все создавать в единой, унифицированной цифровой среде. Вы видите, кстати, что я размещаю источник. Это все в логике ребрендинга. И я не представляю сейчас никакие фотографии генерального конструктора. Напоминаю, так как это запрещено. То есть это не просто пожелание, это запрещено. Нельзя произносить имя генерального конструктора, когда вы что-то доносите информацию публично в логике продвижения продукта в фондах для финансирования технологии. То есть я просто напоминаю об этом. И здесь показаны те модели, которые также будут создаваться. Например, эта картинка для моделирования, каким образом воздух будет попадать на пассажиров, каким образом система вентиляции будет функционировать. И это очень сильно оптимизирует затраты и экономит до создания реальных рабочих прототипов либо моделей в реальном размере. То есть это все можно проделать в виртуальном пространстве. И неоднократно мы рассказывали, хотел к этому вернуться, потому что один из трендов, который сейчас развивается в производстве, это технологии дополненной реальности. То есть Augmented Reality. И это знаете, как вот есть VR, например, на PlayStation. То есть сейчас это появилось в игровой индустрии. И в производстве также с помощью контроллеров можно чинить, можно что-то откручивать. То есть это уже создается. Я немножко порылся вообще в направлениях до South Systems. Интересно было, с кем мы заручились поддержкой. И эта компания с огромнейшим потенциалом, которая охватила, наверное, все возможности цифровой разработки, проектирования, самой разработки и далее запуска в производство и потом в эксплуатацию. До направления моделирования событий вообще на всей Земле. И я говорил про Agrotech, про Betech. Это тоже есть там специальные приложения. Вот, допустим, сейчас это конкретные приложения Simulia. И это направление Abacus, Unified FFE. И, например, Atom Energo Project использовала такое же приложение. Atom Energo Project – это ведущее предприятие госкорпорации Rosatom, которое создавалось для строительства атомных электростанций. То есть это вообще закрытое, очень серьезное проектирование. И вы понимаете, какая цена ошибки. И я специально привел те компании, которые уже сотрудничают. Это не все компании, это самые именитые. Dasal Systems. То есть Exxon, Mobilia, Boeing, сухой гражданская авиация, Airbus, Atom Energo Project, про них я уже сказал, и многие-многие другие. Например, Boeing выделили год назад или год с лишним назад в районе миллиарда людей, в районе одного миллиарда долларов, извиняюсь, на продление каждые 10 лет. То есть это 30-летний контракт. И просто вдумайтесь в эту цифру. Сколько у нас всего было привлечено инвестиций за чуть больше, чем 5 лет? И сколько выделил Boeing? А почему они это сделали? Потому что они начали уже ранее с того факта, что не создавали единую цифровую среду и перестраиваться на рельсы было очень сложно и очень дорогостоящий этот процесс. Также, если Boeing, например, пожелает перестроиться на блокчейн рельсы, это тоже будут миллиарды долларов. То есть нужно становиться на современные рельсы в начале развития стартапа, что и виртуозно и делает генеральный конструктор той компании, которую мы с вами все финансируем. Это действительно визионерство, это действительно выстраивание стратегии и это способность увидеть те тренды, те тенденции, которые необходимо использовать уже сейчас, а не потом. Потому что если использовать потом, то компания будет нести огромные затраты. И инвестиции уже на тот момент тех инвесторов, я думаю, среди тех инвесторов, и мы тоже будем при запуске следующих проектов, следующих направлений, они будут расходоваться неравномерно и нелогично. Этого, конечно же, генеральный конструктор допустить абсолютно не может. И вообще компании говорят здесь о цифровой трансформации. И многие сейчас компании, тот же Siemens, и многие компании, которые на самом деле не являются конкурентами на сегодняшний день нашими, потому что все-таки компания, которую мы финансируем, создает совершенно новую отрасль, а не какой-то отдельный подвижной состав, самолет, либо электромобиль. Это одновременно и подвижной состав, это одновременно и путевая структура, это одновременно и инфраструктура. И по логике должны миллионы людей вообще в будущем работать в этой отрасли. То есть это огромный, огромный потенциал создания новых рабочих мест. И цифровую трансформацию лучше не потом делать, повторюсь, а закладывать ее в самом начале, чтобы, как говорится, не переделывать. На прошлом вебинаре я остановился на основных моментах, на мой взгляд, большого интервью генерального конструктора. Я сегодня не буду на них останавливаться. Тот, кто, возможно, не смотрел прошлый вебинар, я рекомендую его посмотреть. Сбросьте, пожалуйста, ссылку, у кого есть под рукой, либо просто сфотографируйте эти слайды, потому что это дорожная карта и это те аргументы, те тезисы, которые являются маяком сейчас в нашем движении в условиях неопределенности, нестабильности, а, конечно же, какие-то аспекты неопределенности и нестабильности вносят вся ситуация с ребрендингом. Потому что сейчас мы не можем допускать какого-то смущения нашего инвестиционного круга, но мы вынуждены двигаться таким образом и ни в коем случае не останавливаться, потому что сейчас от привлечения инвестиций зависит многое, потому что уже происходит очень серьезная игра и даны обещания шейхам, так скажем, и выполнение или не выполнение этих обещаний в том числе зависит от финансирования. Это наша с вами общая ответственность и поэтому я открыто говорю допустим про себя, что да, я взял новую рассрочку и буду брать новую рассрочку. Почему? Потому что я поддерживаю проект и вижу огромные перспективы. В первую очередь, что мы должны взять на себя ответственность, то есть это проактивность и это философия взрослого инвестора, который не просто знаете, как ребенок, как вот эти золотые криптовалютчики инвестировали, да, и не важно, что будет с этим стартапом, главное срубить прибыль и все будет хорошо. Нужно мыслить как взрослые инвесторы, потому что именно на долгой гонке инвестор побеждает. В основном такие как бы инвесторы дети, они либо все теряют, либо получают намного меньшую прибыль. И вот еще тезисы, обязательно их сфотографируйте, я опять же не буду на них останавливаться, все это было освещено на прошлом вебинаре и сейчас уже в Арабских Эмиратах так Вера Осипова, я не понимаю почему наше дело называется игра. Это большая корпоративная игра, гонка, как вы угодно можете назвать, потому что конечно же в Арабских Эмиратах мы не одни и игра происходит очень виртуозно, поэтому таким эпитетом я лично называю и сразу всем понятно. Анатолий Эдуардович не раз говорил, что он не шоумен, что он инженер и является в первую очередь генеральным конструктором. И именно поэтому даже сейчас Михаил Кириченко объявил, что не будет регулярного прямо выпка каждую пятницу, потому что и новостей такого спектра нету, что можно показывать. и хочется показывать, что можно рассказать и что уже согласовано со стратегическими партнерами и чтобы не было никаких проблем далее. Поэтому и в этом плане также процессы меняются. Перед переходом и объяснением того, что мы будем делать уже в 2020 году, то есть сегодня я дам больше конкретики, потому что эта конкретика вырисовывается. Я хотел бы ответить на самый главный вопрос, самый распространенный, поэтому самый главный, который мне задают, так как направление блокчейн несколько лет назад, наверное, уже, то есть больше полутора лет назад я начинал в плане представления головной компании с рядом других людей, то есть в команде это все делалось. Но потом это было остановлено и сейчас я повторюсь, что я не имею никакого доступа и отношения к тому, что сейчас происходит в плане создания блокчейн технологии, блокчейн системы, юридической схемы в головной компании. И скажу свое мнение, что можно и что нельзя говорить и делать сугубо, на мой взгляд, исходя из моего опыта. В первую очередь я хочу сказать, что да, запустилась в пилотном режиме та система, которая имеет внутренний личный кабинет и вы можете зайти, если вы инвестор проекта и зарегистрироваться, вы можете дать информацию двум людям, которые не зарегистрированы в нашей системе и они также могут распространять информацию. Но что очень важно и на это я хотел бы обратить внимание, не обещайте людям никаких прибылей, потому что это, во-первых, никто сейчас не может предугадать, а во-вторых, это противозаконно элементарно. Если кто-то из вас будет публично обещать прибыли и далее привлекать инвестиции таким образом, это может сыграть с нами очень злую шутку. Нужно становиться осознанными и к примеру мои партнеры у меня спрашивают, а что делать с токенами? Я говорю как есть, что каждый решает сам. Есть белая бумага, уже второй версия. На ней все подробно расписано, но на английском языке русского перевода сейчас не ожидается, насколько я понимаю, так как это рассчитано в первую очередь на большой зарубежный рынок. И в белой бумаге не говорится ничего о прибыли. Поэтому, пожалуйста, давайте не искажать информацию и не говорить, что токен будет то-то, тот токен будет в такой-то цене. Никто не знает, в какой цене он будет. Единственное, что известно, это какие системы дисконтированы, могут быть предусмотрены при публичном запуске финансирования и публичной продаже токена со всеми юридическими вытекающими последствиями и так далее. Но будет ли токен на бирже? Во-первых, никто и не декларирует и нельзя этого делать. Что токен будет на бирже? Какая будет цена? Этого нельзя делать. Это в данном случае чисто вера или не вера. В принципе, как и было в 2014, 2015 и 2016 даже годах, когда только начинало все развиваться в новейшей истории Skyway, в новейшей истории формирования блокчейн также все начинает развиваться. И поэтому тут каждый сам выбирает и никто никого не может как-то убедить, сагитировать. Поэтому я даже предпринял такое решение не говорить, а что я лично сделал в этом направлении. Потому что мое решение может каким-то образом повлиять на мнение кого-то, а этого я искренне не хочу, потому что я знаю, по каким правилам происходит весь процесс именно в размещениях. Именно если говорится про security token offering, то есть это очень серьезная такая нить, которая натянута между двумя небоскребами. И нужно учитывать все юридические нюансы. Те, кто к примеру совается, то я думаю, что это все будет опубликовано и рассказано головной компанией. Сейчас, кстати, если есть какие-то вопросы, вы можете зарегистрироваться svg.io в личном кабинете и через тикеты, через билеты техподдержки задавать тот или иной вопрос. Это нормальная система, чтобы задавать свои вопросы тем людям, которые эту систему разрабатывали и сейчас внедряют и развивают. Но, я повторюсь, не нужно обещать никому не то, что золотых гор. Вообще ничего в плане роста актива обещать нельзя. это может сыграть очень плохую игру в будущем с нами. Поэтому поставьте от 1 до 10, кто понял эти слова. И поэтому в личном кабинете каждый сам пусть принимает участие. Я говорю с точки зрения того, что я сам знаю в этой сфере и немножечко я понимаю. Поэтому да, пилотный запуск произошел. Сейчас я думаю, что знаете, это можно сравнить как к примеру мул высокоскоростного подвижного состава ездит, собираются данные, какие-то ошибки, то есть возможно какие-то ошибки будут при оплате, при получении токена. и все это сейчас на мой взгляд отрабатывается, улучшается, чтобы когда будет действительно очень мощный серьезный поток, ничего не забуксовало, иначе будет очень обидно и вернуть уже назад нельзя будет, потому что вход в глобальное такое массовое публичное пространство блокчейн размещений, как правило еще в 2017 был только один, а сейчас 2020 год и попыток вообще просто нет, то есть одна попытка и все, поэтому нужно очень серьезно подготовиться и давайте воспринимать это как пусконаладочные такие испытания. Испытания идут, кто-то на свою веру приобретает токен, потому что он ознакомился с информацией и он поддерживает тот направление, несмотря на то, что прибыли даже может и не быть, какую он выстраивает в своих мечтах, потому что никто прибыли-то и не говорит здесь. Ну, это мой такой вот как бы возможно суровый консервативный взгляд, но по-другому извините, в этом случае я не могу и в отличие от других спикеров буду держать такую позицию. По новой стратегии СВЦ 2020 я неоднократно говорил про обучение, что будут появляться именитые тренеры и вот уже первый контракт был заключен. Это профессионал продаж мирового уровня. Если говорить про российские компании, он тренировал Южу Роласко, так получилось, что в 90-х годах он начал еще тренировать сейчас регулярно, тренирует самые различные компании, такие как IBM, Майерск и другие именитые корпорации именно системе продаж сложного либо простого продукта. в нашем случае будет упаковываться и выводиться на рынок еще более эксклюзивный инвестиционный продукт в логике Royal Capital Group, о чем мы говорили. И когда он появится, нужно уметь его продавать. Поэтому первая задача будет этого специалиста по продажам, кстати вот про Юж-Ураласка я говорил, интересная такая взаимосвязь и дай бог нам тоже это повторить в логике SWC то, что Юж-Ураласка вышла два раза на IPO. То есть это было два этапа и все они были успешны. В нашем случае это дальнейший результат стремительного повышения продаж, что мы и ожидаем от внедрения этой системы. Система будет размещена на сторонней площадке. Там же будет размещен Instagram курс, то есть вводный курс на английском и на русском он уже готов. Система продаж также будет на английском и на русском. И далее пока что с курсами мы приостановимся. Максимум, что мы будем упаковывать и давать, то, что действительно необходимо, это то, как привлекать трафик. То есть на русском языке уже ведутся переговоры и первые претенденты есть. В первую очередь те люди, которые действительно уже привлекают трафик. И я могу сказать, что обкатывая эту систему мы столкнулись с тем, что люди не могут смасштабировать, когда на них свалилось вдруг тысяча контактов. Да, понятно, что из этих тысячи контактов кто-то может быть просто кликнул на рекламу в Facebook и Instagram, но их нужно очень быстро отработать и тут не будет никто ждать, контакт может просто устареть и испортиться, потому что все мы люди и мы желаем, чтобы с нами общались как можно быстрее, потому что мы желаем узнать о продукте, если кликнули на рекламу. Поэтому с масштабированием мы будем также решать и обучать, чтобы таких ошибок не повторять. И далее я могу сказать, что мы также сейчас утвердили первую дату российского форума. Российский форум не в логике SWC, российский форум в логике бизнес-форума. То есть будут действительно именитые тренеры. Я не буду говорить, кто конкретно, но все они на слуху у русскоговорящих людей. Он будет происходить в Москве в конце мая. И это также в логике распространяющейся, к сожалению, эпидемии по миру. То есть в России сейчас минимальные самые случаи. И в первую очередь мы хотим собрать нашу русскоязычную аудиторию и дать систему на бизнес-форуме не от нас, как от членов правления, но от спикеров, профессионалов в своих отраслях. То есть это ораторское искусство, это школа корпоративных продаж и серьезных переговоров, могу сказать намек, кремлевские переговоры. это естественная система продаж упакованная. Конечно же на бизнес-форуме будет ввиду ограниченности времени час выступления каждого спикера, максимум чуть побольше, но это будет действительно запоминающийся день, и он будет направлен на привлечение новой холодной аудитории, которая на подобные бизнес-форумы ходит и потенциально может посетить и наш. Система распространения билетов будет также завязана через структуру связи людей, то есть через все ссылки, которые у нас в личном кабинете, то есть мы это будем учитывать, и русский форум будет обкаткой, тренировкой, параллельно будет готовиться международный форум. Это будет тоже логика форума, и я не исключаю, что будет привезен на международный форум вообще тот спикер, которым сейчас очень сильно гремит инфопространство в США, в Европе, особенно молодые люди просто фанатеют от него, то есть вы знаете, какой ажиотаж, кто-то может спорить, что эффективно, неэффективно было, но ажиотаж реально был, когда приехал в Россию Энтони Робинса, и подобного уровня, но тренер, который сейчас только-только начинает выбираться из США и ездить по миру, с ним ведутся сейчас переговоры, и если вдруг, когда так произойдет, что на международном бизнес-форуме он будет, это уже наверное 50% успехов форума и заполняемости зала. Поэтому мы отходим от концепции тех мероприятий, которые продвигали, создавали в прошлом году, то есть это были чисто конференции, направленные на пиар нашего направления, на рассказы о нашей технологии, сейчас и в логике ребрендинга, и в логике того, что нужно максимально масштабироваться, нужно максимально быстро расширяться, мы запускаем новую систему. Поставьте от 1 до 10, может быть это будет больше 10, сколько людей вы готовы пригласить на бизнес-форум, который не будет кричать, что вау-вау, приглашай, это только про технологию, и не будет вызывать какого-то отторжения именно нового человека. Вот просто поставьте сколько людей вы готовы пригласить на это мероприятие. Это еще одна стратегия, которую мы будем в любом случае внедрять. Так, ну тут кстати наверное тролли у нас присутствуют. Друзья, напишите кто действительно поддерживает наш проект. То есть представьте те спикеры, которые на слуху, которые имеют рыночную ценность. Сколько людей можно было пригласить на это мероприятие. И также я могу сказать, что SWC будет становиться не просто инвестиционной площадкой, но и агрегатором услуг. То есть фактически многого я не могу сказать, что уже заложено в дорожную карту, но это рассчитано на развитие в первую очередь на многие годы. Для того, чтобы когда нужно будет зафинансировать тот или иной проект быстро, у нас были ресурсы и в первую очередь компетенции на то, чтобы люди быстро закрыли инвестиции. и мы уже пообщались с региональными кураторами, то есть тот, кто присутствовал на вчерашнем закрытом совещании знает, о чем я говорю и очень много новостей нас ожидает именно касаемо SWC. Чего мы не можем делать и чего мы не будем делать это развитие каких-то сторонних инвестиционных направлений, в качестве главного продукта. И эти ошибки мы видели у других фондов, которые привлекают инвестицию в технологии, которые мы с вами хотим, чтобы развились. И конечно же этих ошибок мы допускать априори не можем и это является антистратегия развития SWC. В нашем случае главным продуктом всегда был, есть и будет, все, что связано с технологией нового транспорта и инфраструктуры, которую сейчас мы с вами финансируем и созданием эко-мира. А сопутствующие это и гумус, это и вакуумное стекло, и многие другие направления, и конечно же адресные проекты. Если что-то и будет появляться, это будет появляться в логике вип-клуба, либо в логике комбинированного пакета. И что касается образования, это как раз таки будет появляться в логике комбинированного пакета. То есть в данном случае мы будем давать ценность не просто инвестиции, но человек получает конкретные базы знаний и доступ к конкретным курсам, которые не устарели, а имеют актуальную рыночную ценность, актуальную востребованность у населения и более того будут обновляться. Ну вот в принципе и все, что я хотел сказать на вебинаре. Я не буду далее лить воду и как-то затрагивать мировые события. Я могу сказать, что Безос, вернусь к началу вебинара, сказал, что спасение планеты это сейчас очень серьезная задача. Ввиду этого создается глобальный мировой фонд, и поэтому то дело, которое мы с вами развиваем и финансируем ту технологию уже многие-многие годы, оно было сделано в логике веяния времени. И с этим я могу вас действительно поздравить, потому что все больше и больше людей будут присоединяться к нашему проекту после того, как хлынут действительно серьезные инвестиции. И сейчас, несмотря на то, что режим тишины, вы видите, что мы с логики SWC не останавливаемся, проводим вебинары, конференции, да, сейчас график конференции подсократился с точки зрения коронавируса в том числе. мы искренне надеемся, что эпидемия никак не повлияет на события, в которых будет принимать участие компания, которую мы с вами финансируем. И единственное, что можем мы с вами сделать каждый, это взять на себя ответственность и развивать компанию уже с учетом тех новых направлений и тех подпродуктов, которые уже появляются в SWC. Вот такой уже менее эмоциональный вебинар, чем прошлый вебинар. В прошлом вебинаре я после прослушивания большого интервью генерального конструктора был такой на эмоциях, а сегодня более сухой, более выверенный. И пожалуй я закончу, дабы не отвлекать и не тратить ваше драгоценное время. Сейчас я готов ответить буквально на 1-2 вопроса и далее уже до следующих встреч через 2 недели. будут ли преимущества у инвестора, обменявший свои дорогие доли на дешевые токены? Так, я не буду отвечать на вопросы, которые имеют какую-то подковырку, потому что не знаю на самом деле тролли или нет. Я бы не сказал, что дешевые токены и вообще токены сейчас я не называл бы их стоимость вообще. То есть вопрос приобретает человек на текущих условиях токены или нет. И это все. Зачем компания меняет доли на токены по курсу 0.55 баксов, а через неделю продает эти самые токены по 0.1? Вопрос задайте в личный кабинет svg.io и вам все разъяснят, если информация это действительно оправданно и достоверно. как читается в новом формате swc sky world community то есть это расшифровка но это именно расшифровка идеологическая так swc и все типа как bmw так еще вопросы так я правильно понимаю что сейчас под svg идет тестовый пресейл и открытый сейл начнется 1 июля 2020 года то есть до этой даты кто успеет по 0.10 центов купить токен кто успел того тапки даже скупили на миллион долларов а на сейле будет уже другая цена я так понимаю или обязательно все равно надо будет продать 60 миллионов чтобы перейти на стоимость 0.15 так дочитаю уже не вслух так по поводу выхода на биржу я свою точку зрения сказал что во первых нужно ознакомиться с юридической схемой и какое размещение это будет делаться СТО не СТО а СИО и тогда уже можно будет предполагать по поводу выхода или не выхода на биржу а по поводу принятия решений приобретать или не приобретать токены сейчас каждый решает сам по своим ощущениям как вы можете решить сейчас приобретать компании биотеха которые растут сейчас в цене или не приобретать продавать их в моменте или не продавать это уже рынок дамы и господа и тут никто не даст конкретного ответа так ну все я ответил на три вопроса я думаю что по токенам это самый распространенный вопрос я обозначил свою позицию и рекомендую ее придерживаться именно когда вы говорите о чем-то касаемо прибыли прибыли токен сейчас на мой взгляд не несет и не нужно об этом говорить во избежание каких-то неприятных последствий в будущем от регуляторов или что-то подобное всем счастливо до скорых встреч через две недели